Девушки отдыхают Как советовать, так все чатлане! Как работать, так... Всем привет, подписчики моего канала Перепил48 Сегодня расскажу, как обслужить, разобрать вот такой насос ПН-370 вихарь Смотрите, зашумел у меня он сильно В общем, я его разобрал Видео вы увидите, каким образом На замену я приобрел аналог Аналог уже поставил В общем, смотрите в этом видео Проблема в том, что В верхний подшипник Попала вода И он вышел из строя Вот этот вот Нет, вот этот вот Сильно шумит Он под замену Итак, пришло время обслужить осос Очень сильный шум у него Посмотрите состояние подшипника Насосы выехали ПН-370 На... Сколько? 370 Ватт Служит уже третий год Но вполне возможно придется его заменить Замену я взял уже Приобрел китайский насос ПАКС за 2700 Сейчас этот снимем Посмотрим, в каком состоянии подшипники И, собственно, откуда такой шум Может быть смазку заложим туда Солидольчик подшипники И все будет нормально Еще послужит Так, ну все, снимаем Смотрите, здесь я сделал разъем Поэтому мне без проблем Клемник оценил и все Здесь откручиваем Здесь откручиваем И четыре винта У меня на анкерах усидит Снимаем Так, я снял насос Смотрите, чтобы оценить состояние Посмотрите, не задевает Надо снять вот это вот Она просто надевается Ее надо сбить отверточку Получил сбить Вот здесь как-то немного повредилось Видите, сломалось Ничего страшного И пробуем провернуть Видите, как вращать тяжело И звук идет Надо снимать вот этот вентилятор Крычатку И пробовать добраться до подшипника Чтобы обслужить и усмазать Так, ну пробуем снять Сначала с этой стороны Потом и этот узел Надо будет смотреть Сам, собственно, насос и крыльчатка Там медная Ну, не медная, латунная Как мы на состоянии Ребят, снял крыльчатку Крыльчатка просто снимается Поддевается отверткой Вот немного вал сточен Поэтому она сидит Не надо думать, что вот этот винт Надо откручивать Не надо его откручивать Это просто для того, чтобы зафиксировать вал В каком-то положении А снимается она просто Подделяем отвертку и снимаем Потихонечку Все, сейчас открываем эту крышку И смотрим узел подшипника Так, взбиваем вот эту заднюю крышку И видим, что у нас, в принципе, подшипничек цел Здесь, конечно, у меня люфт Вполне возможно на замену Теперь откручиваем вот здесь три винта Три винта, чтобы нам все-таки Разобрать двигатель полностью Потому что здесь сбивать неудобно Она может повредиться Крышка хлюпкая Подшипник, чтобы снять с посадочного места Сейчас попробую здесь открыть Тут на трех винтах Я их открутил уже И снимаем сам насос Саму помпу Что, ребят? Глаза боятся, руки делают Нет видео в интернете, как разобрать эту дверь Видите, я полностью разобрал ее Смотрите, сначала надо снять вот эту вот крыльчатку Она снимается легко Просто бьем сюда вот Через чужую, через болт я бил вот так Молоточком по валу Все, она саскакивает с крыльчаткой А дальше Нет, дальше вот этот нижний Нижняя крышка соскакивает Дальше, если бить, тогда верхний И тут стопорное кольцо еще есть В общем, смотрите Вот этот подшипник под замену Сюда протекало Тут вот сальник есть На учреденном протекало Нижний подшипник нормальный Но я все равно куплю Сейчас тогда сниму подшипники с вала Так Это я показывал, как снимается Здесь вот Собственно говоря, сверху идет сальник еще Имейте ввиду Ну, как-то вот так В общем, ставлю я новый насос А это я на обслуживание все детали Подшипники снимаю Замачиваю все в бензине Чтобы у меня все откисло, так скажем Вот насос на замену Ну, как-то вот так вот Ну, в общем, грубо говоря Просто вот пияночкой Да-да, можно лотком Через чужую детку По валу И все У вас располовинится, разойдет Ну, а стопорное кольцо я снял, конечно Вот этим Приобрел в магазине Очень удобно снимать стопорное кольцо Ну, как-то вот так Смотрите далее Новый насос будем ставить Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят Причины шума, конечно Вот этот подшипник, который вышел из строя Шумит он сильно Слышите, как? Это верхний подшипник Сюда вода попадала Через сальники В общем, он под замену Я его сейчас снимаю А нижний, в принципе, тоже можно поменять А можно и ставить Ребята, хочу сказать Какой подшипник здесь стоит 620 ИРС Стоит здесь подшипник внизу Где крыльчатка Такая воздушная Для охлаждения Ну и сверху, скорее всего, такой же Я тут немного помял Да, 620 ИРС Имейте ввиду По типу размеру есть Есть аналоги, конечно Я, наверное, возьму аналог Также итальянский возьму, наверное Наверх поставлю И российский Здесь запасной поставлю Пробовал снять Просто сейчас сбил По валу Не получается Без съемника тяжеловато Прикипел этот подшипник Попробую я все-таки Растворителем ржавчины Залить еще И что-то постояло Или ВД-шечку Можете использовать Без съемника проблематично Его снять Как-то вот так Смотрите, дали продолжение Сейчас, наверное, будем ставить Насос новый А тут я Волки Вот бензин Отмокать Все запчасти Аккуратно Коробочку тоже Несторожителем ржавчины Палил пока все Потом все это будем чистить Мыть И собирать После того, как заменим по шине Смотрите далее Так, ребят, сейчас будет Такой насос Аналог П370 П370В Оазис Фирма Поверхно-ветревой насос Рабочих лесов Выходный из латыни Надежный осихронный двигатель Низкий уровень шума Умеет наборка двигателя Гарантирует Срок службы Защиты от перегрева Так, распаковываем Такое руководство В общем, то же самое Я посмотрел Такой же насос Взял по акции В Крайландии За 2,700 По-моему Так Характеристики совпадают Материал чугун Материал рабочего колеса Латунь Мощность 3,700 Ватт Максимальная Габариты Те же Максимальный напор 35 метров Так, на одной руку Я сейчас не достану Смотрите, да Так выглядит насос Абсолютно Такой же аналог Размеры Сейчас совпадают Сейчас мы заберем Отсюда Переходные муфты С того насоса Сюда их На пахлю Посадим Такая резьба Покрашиваем Такую крышку Сейчас тоже открываем Так, его проверяли Уже мне При продаже Шума нет Умешать Еще раз Я его проверю Может быть где-то Подсмажу Вообще Знаете Где они так-то Просто до них долезут Вот Есть отверстия Но это для того Что я понимаю Лишняя влага Если туда попадет Она уходила Два отверстия Как вариант Можно попробовать Подлезть Смажете Трубочкой Если попадет Масло Так Все Сейчас проверяем Его работоспособность Характеристики Еще раз Сключил масок Проверяем Как работает Да Незначительные забраски Есть у него Но работает Намного тихше Он ему дополнительно Обслуживание Ему не требуется Подшипники смазаны Все в порядке Все Ставим тогда Переходную папку На папку И ставим ее на место Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok разогревается до 30 градусов может разогреться а в жару и больше как вот так все система водоснабжения восстановлена у нас ставим крышку обратно не свалится отсюда тактик работает он да она здесь осталась как узнать берем какую тряпку и здесь оборачиваем и смотрим здесь она мокрая значит из-за американца течет ну как то вот так сейчас все вытрем и проверим так убрал всю воду калфеточкой вот здесь вода новая не появляется протечек нет все отлично американцу еще чуть-чуть подтяну вот эту и все у меня протечки никакой нет это нормально затянут американца сейчас набирается бак для душа здесь внизу все таки я поставлю дополнительный счет дюкель воздух не нравится не то что он так слабо закреплен хотя он просто получается на двух трубах висит никуда он не денется ну наверно все на этом видео закончено я думаю да пропущенное видео перепилятник после зимовки часть четвертая ремонт укревого насоса пн-370 замена на азис п-370 в марка а тот я когда подшипники куплю тогда сделаю уже окончательное видео как его отремонтировал и он у меня в резерве останется а этот пока тихонько будет работать и качать нам воду на полив на бак для душа да куда угодно все всем пока ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео с вами был перепил 48 подписывайтесь на мой канал давай игровица поясна давай игровица поясна ну вот или 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok